Как бы это ни было прискорбно, ни один из больших кланов не пришел на выручку семье Митер. Ни императорская семья, ни ассоциация алхимиков, ни клан на Лань, ни семья Му. Главной причиной было, что в секте Юнь Лань находился человек с силой элитного предка, способного уничтожить любой клан – Юньшань. Все они ждали, если семья Митер сможет выдержать, то остальные кланы также наберутся смелости объединиться. Но где же Сяо Янь? Успеет ли он вовремя, чтобы спасти своих друзей и родных клан? Пока все пылко сражались, громадные летающие звери стремительно приближались к священному городу и находились всего лишь в сотне километров. Сяо Янь с командой, способной потрясти всю империю Зяма, практически добрался до своей цели. Но в то же время происходила жаркая битва Хайпадона против двух старейшин. Сражение между ними, может, и выглядело напряженным, но сложно было понять, чья сторона одержит верх. Хотя силы императора у Юньду и Юньша не казались чистыми, их мощь приумножилась так, как они объединили свои силы. Вот почему им удалось сравниться с таким экспертом, как Хайпадон, несмотря на тот факт, что их личные силы ему уступали. Положение дел не выглядело благоприятным. Если он потерпит поражение, Юньду и Юньша смогут вмешаться в основную битву, и тогда клан Митер точно будет уничтожен. Защита особняка Митер была довольно хорошей и продуманной. К тому же Яфэ отдала приказы, но нападавшие сильно превосходили числом. И, кажется, недавно прибыло подкрепление от секты Юньлань. Весь внешний двор особняка уже оказался до упора забит учениками секты Юньлань. Но тут произошло то, что перевернуло ход битвы. Глава Тэншань получил серьезное ранение и упал на землю. Его противники, двое старейшин Доу Ван, переключились на Хайпадона. Теперь он в одиночку сражался против двух императоров и двух королей. Один против четырех. Четыре фигуры атаковали одна за другой. Чудовищная объединенная энергия причинила серьезные повреждения Хайпадону. Даже при его уровне силы он попросту не мог избежать объединенных атак четырех экспертов. Кажется, еще немного, и ледяной император падет в бою. Но вдруг раздался свист издалека, чем озадачил многих людей. Он был как гром среди ясного неба в сложившейся ситуации. Данный громоподобный рев погрузил ауру старейшин секты Юньлань в полный хаос. Все застыли с удивлением на лице, заметив приближающуюся ауру. Это аура. Это он. Он и правда вернулся? Глава ассоциации алхимиков Фома и Цзя Синьтянь узнали эту ауру. Что касается остальных, то даже в таком случае величественная Доу Ци вынудила их кардинально измениться в лице. С такой силой даже старый Цзя Синьтянь из императорской семьи не смог бы сравниться. Каждый житель города застыл от удивления. Очевидно, ни один человек не подозревал, что эксперт с подобной силой появится в империи Цзя Ма, да еще и придет на помощь семье Митэр. Как же здорово, что Сяу Янь успел вовремя. А вместе с ним целая армия сильных мастеров. Несколько на уровне императора и королева-медуза на уровне предка. Что сделает Сяу Янь? Скоро мы это узнаем. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!